Здравствуйте! Сегодня мы говорим о позитивизме, об Агюсте Конте. С нами Владислав Юрьевич Мартынович, кандидат наук. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, Владислав. Да, лучше, конечно, вот вы сторонник того, чтобы воспринимать все в контексте эпохи. А когда мы изучаем биографии наших дорогих философов, то их несчастное состояние психическое нас всегда несколько смущает. Такое ощущение, что каждый, если не второй, то каждый первый философ страдал той или иной формой психического расстройства. Но мы всегда заявляем, что это не имеет значения, ведь самое главное – это его идеи. Ну да, ну да. Претензия моя к позитивизму начинается с того, что у него очень неудачное название. Дело в том, что речь идет о том, что всякое знание должно основываться на четких фактах, а вовсе не какая-то оптимистическая, безусловная направленность, что во всем нужно видеть позитивчик и так далее. Хотя некоторые пытаются истолковать это и таким образом, но я бы назвал это не подивитивизмом, а фактизмом или чем-то вот таким вот. А вы как считаете? Ну, если уж говорить о контексте эпохи, во-первых, то необходимо понимать, что эпоха Конта – это начало 19 века, то есть это весьма бурная и весьма неоднозначная эпоха в истории Франции, да и всей Европы. То есть, по сути, становление Конта пришлось на весьма реакционную с одной стороны и весьма бурлящую революционаризмом эпоху реставрации и то, что за этим последовало. То есть, эпоха после Наполеона. Это была эпоха, когда взгляды, можно сказать, учителя Конта, а им был Сен-Симон, один из провозвестников социализма вообще, в принципе. Значит, эта эпоха характеризовалась тем, что, с одной стороны, были отвергнуты представления прошлого, более того, не просто того прошлого, которое отвергла французская революция, великая французская революция, но и представлений, которые эта революция сама по себе олицетворяла. То есть, иными словами, это была очень нервозная, неспокойная эпоха, и не случайно, что Конт указывает на необходимость позитивного во всех смыслах слова. То есть, необходимо найти новый источник оптимизма, необходимо в этическом плане, я имею в виду именно в этическом, подчеркиваю это, потому что название философии позитивизма напрямую не связано с позитивчиком, как вы правильно подметили. Но представление о том, что есть позитивное и негативное, базовое представление, оно пронизывает эту эпоху. То есть, то, что было до этого негативно. И Конт, как представитель этой эпохи, как в этом смысле лидирующий мыслитель, ищет, как разграничить знание позитивное от знания негативного, опыт позитивный от опыта негативного. Иными словами, как найти то, что правильно и правдиво, и истинно, и отвергнуть то, что неправильно, лживо и лишено каких-либо реальных оснований. Иными словами, реальность существует, вот она, но нам необходимо сделать эту реальность лучше. Чтобы этого достичь, нам необходимо выработать такое мировоззрение, которое будет основано на объективном познании, на позитивном познании, на подтвержденных знаниях, на проверенных и полезных знаниях. Вот это отражено в творчестве Конта, уже ближе к 40-м, 50-м годам. Конт сам прожил 59 лет, по-моему, или 60. И эпоха, в которую Конт сформулировал эти взгляды, это уже особый этап. И не случайно, что Конт, в отличие от Сен-Симона, опять же, движется в своем творчестве к построению религии гуманизма. Обращу ваше внимание на это. Это не случайно. То есть, что такое позитивизм? Это база для религии оптимизма, для религии гуманизма. Это еще одна попытка создать философскую замену религии в традиционном смысле слова. Это очень в духе французской революции, это очень в духе просвещения. И для этого нужно найти позитивную базу. Что же касается беспокойности, нервозности и философов этой эпохи, и самой этой эпохи, то Конт, он как раз говорит всегда об анархии. Он говорит об анархии в области знания, об анархии в области этики, об анархии в области социальных учреждений, политики и так далее, и так далее. Это стремление найти порядок. Вот что очень важно подчеркнуть. То есть, мы видим беспорядок, кругом беспорядок, в головах у людей беспорядок, в сердцах у них беспорядок. Надо построить порядок. Вот этому и посвящена это чисто французская, опять же подчеркну, рационалистическая система Конта, которая ориентирована на верифицируемое позитивное познание. А завершу я, опять же, воспоминанием о Ницше, поскольку немцы в эту эпоху противостоят французам, и они скорее склонны к негативизму, а не к позитивизму. Они говорят о метафизике, о том, что нет подтвержденного знания и так далее. Кстати говоря, Конт прохаживается по немцам, даже по Канту. Так вот, Ницше говорил так, у него есть такое выражение, что философ обречен либо создать собственный мир, либо скрыться в безумии. Вот сам Ницше, его ждала именно вторая часть его изречения в жизни, но это изречение очень показательно. Конт стремится, в отличие от Ницше, создать мир. Вот к чему посвящена эта философская система. Спасибо. Да, спасибо. Он утверждал, что человеческое знание развивалось в три этапа. Теологическая стадия, метафизическая и позитивная. Научная. Научная, да. Но как бы то, что он приходит к идее сделать позитивизм религии, это кажется противоречивым несколько. Да, конечно. Но он не столько стремится позитивизм сделать религии, сколько религии сделать гуманизм, как всеобщую систему, основанную на позитивизме, как на методе, при помощи которого во всех областях человеческого познания, человеческого опыта можно выстроить порядок, систему, которые по его мысли, подчеркну, по его мысли, были бы транспарентны, были бы ясны, были бы систематизированы и структурированы, и главное, были бы полезны. То есть здесь влияние философии утилитаризма, на мой взгляд, чувствуется. Фонд верил в возможность создания позитивной политики, основанной на научном понимании общества. И вы, как политолог, должны дать оценку этому. Мне кажется, что до сих пор нам не удалось создать позитивную политику, основанную на научном понимании общества. Ну, знаете, во-первых, политология как наука достаточно молода. Она даже моложе социологии. Дело в том, что вообще по отношению к областям гуманитарного познания до сих пор продолжается весьма большой скепсис в научных кругах называть ли их науками в общем смысле слова. И, кстати говоря, Конт, который писал в середине XIX века, ну, в первой половине XIX века, лучше сказать, он рассматривает в числе наук, хотя он социологию признает наукой, но политологии у него нет и быть не может. Тогда еще его представление о структуре научного познания не было бы так разветвлено, как в наше время. А с другой стороны, если еще представления о социальных институтах, социальных процессах, социальных отношениях находились в зачатке тогда, то что говорить о понимании политических процессов, которые являются весьма специфической областью отношений людей по поводу власти. То есть вопрос о природе власти как таковой в научном понимании начали рассматривать гораздо позже, чем вопрос о природе общества в научном понимании. С точки зрения социологии, например, та связь социологии с психологией, которая нам сейчас представляется само собой разумеющейся, тогда отнюдь таковой не была, еще психологии не было тогда. А уж я не говорю о когнитивизме, о бихевиоризме и так далее, и так далее. Вот это уже производное 20 века. Политология – это весьма специфическая, достаточно узкая сфера, и она связана со всеми остальными гуманитарными дисциплинами. Вот, она только разрабатывается. И надо признать, что политология как наука связана с достаточно ограниченным опытом современных демократий, которые тоже достаточно молоды, и их немного. Вот, потому что в остальном мире, к сожалению, высшие формы политической организации либо не получают своего развития, либо не поддерживаются. Поэтому у нас на самом деле весьма ограниченная база данных по всем обществам в мире касательно политических процессов той или иной категории. Ну, вкратце говоря об этом, я бы именно эти стороны упомянул, потому что это разговор особый. То есть вы хотите сказать, что даже если бы законы социологии были правильны, даже если бы методы, применяемые политологами, были бы верны, из-за манипуляции исходными данными, которые всегда подвергаются любые политические данные, результат практически всегда будет не соответствовать? Нет, я говорю немножко не об этом. Конечно, то, что вы упомянули, это весьма важный, к сожалению, негативный и весьма распространенный фактор, который и в современную эпоху, мы видим, весьма широко присутствует. Но если мы говорим о науке, то есть в том самом позитивистском смысле, контовском смысле, если угодно, ну и до конта об этом говорилось. О науке как о способе получения знаний объективных при помощи методов объективных, во имя объективных результатов. Если мы говорим о науке с точки зрения научного метода, иными словами, если очистить вот это применение научного метода даже от сферы приложения, предположим, что сейчас сфера приложения это политика, да, политические отношения, то если мы применяем науку, то мы будем очищать, так сказать, от байоса, от шума, но есть, есть такой сейчас термин, вот эту самую политическую палитру. Но, к сожалению, вокруг политологии существует очень мощная сфера, информационная сфера, так сказать, сфера интересов тех, кто присутствует в политике. И они, конечно, стремятся перетянуть идеалы на себя, хотят трактовать политические данные, так сказать, в своем духе, применять их так, как им хочется. Это большая угроза для современных демократических обществ, потому что политические отношения, они очень тонкие. Знаете, есть такой, есть такой анекдот про комара. Я не знаю, слышали вы его или нет, но вопрос, там вопрос и ответ. Очень простой анекдот. Вопрос звучит так. Вы видели, как комар писает? Ответ звучит так. Вот, а политика, она еще тоньше. Короче говоря, если говорить, что социология в этом смысле потолще, то политика, она еще тоньше, чем социология, политология. Понимаете? Я не знаю, насколько я ясно сейчас выразился, но, скажем так, думаю, что ясно. Гюста Конта считают отцом-основателем социологии за то, что то, что в его время называлось социальной физикой, он назвал социологией. Да, потому что, смотрите, это, опять же, наследие французского механистического материализма. Если человек – это машина, если из этих машин состоит общество, то в обществе существуют механизмы, да, различные классы, различные слои, различные группы, вот, и они взаимодействуют, как шестеренки в этом механизме, они подчиняются определенным физическим процессам, как органы в теле, так органы в обществе. И отношение к обществу как машине, как системе, которую нужно познать, за которой нужно ухаживать, которую нужно ремонтировать, которую нужно заправлять, которую нужно направлять, вот, и так далее, и тому подобное. Вот это представление, оно, опять же, выходит из духа эпохи. То есть эпоха Конта, XIX век, это век промышленной революции, это век развития капитализма, и это находит отражение в отношении к обществу, что мы можем познать общество, мы можем управлять обществом, мы можем вывести законы, по которым общество функционирует, как и в физике. И XX век был прекрасным доказательством полного краха такого подхода. Нет, я не соглашусь. В отдельных странах, да, но в других странах как раз нет. Если мы возьмем Америку, если мы возьмем Британию, как бы, да и Францию тоже, мы видим, что либо эти закономерности подтверждались, либо находилось где упущение, что нужно подредактировать, так скажем, чтобы ввести элемент порядка в те институты и в те отношения, которые подвергались хаосу. На самом деле это была uncharted territory, если угодно. Это была совершенно новая сфера. И люди до сих пор пробуют. Мы только пробуем. Мы только приблизились к пониманию всего этого. Многие вещи, которые проявили себя с хорошей стороны, они дали колоссальный заряд энергии для современности. Но есть, безусловно, и большие упущения. Есть тот самый недостаток материала, о котором я уже сказал. То есть то, о чем мы можем говорить в политологическом смысле и в социологическом, это развитое западное общество, которое имеет традицию сбора этих данных, развития этих методов, применения этих методик, разработки теорий. Их приложение к действительности. И главное, у них есть институты и процессы, в которых мы можем наблюдать и оценивать в перспективе применения тех или иных методов, тех или иных подходов. В других странах, а их большинство в мире, все эти связи нарушены, либо они представлены поверхностно, как бы мимикрируют то, что на Западе. И здесь, к сожалению, очень большой вариант ошибки, потому что внешне мы видим как бы присутствие определенных вещей, но внутренне эти вещи, оказывается, что они не работают, потому что реальные отношения людей внутри общества совершенно другие. Люди мимикрируют эти вещи. Уровень понимания низкий. Так что тут еще трудно говорить об этом. Когда вы говорите «мимикрируют», вы имеете в виду «симулируют»? Да, да, совершенно верно. Вот это и есть те самые манипуляции, о которых вы совершенно верно говорите. И вот как раз собирать научные данные о манипуляциях – это очень опасно. И вот в этом кроется одна из причин современных вот этих вот разборок по поводу фейка. Фейк-информация, фейк-политика, фейк-социология и так далее. Вот оно где. Да, симуляции, совершенно верно. Ну, давайте посмотрим в общем. Разумеется, с высоты нашего 21 века мнение, что строить выводы необходимо на доказательной науке, на фактах, на экспериментах, ну, он практически очевиден. Но мы с вами уже обговорили, какие здесь возникают проблемы. То, что и факты могут быть не совсем фактами, и исходные материалы могут быть не совсем очевидно объективно собранными, и методы могут быть ложными, и выводы могут быть ложными. То есть попытка построить все на научном методе, особенно в социальных науках, нередко наталкивается на непреодолимые трудности, которые не хотят признавать те, кто занимаются этими науками. И из-за этого мы получаем очень серьезные катастрофы в экономике, когда экономисты не могут предсказать кризисов, не могут их предотвратить. И с десятилетия в десятилетие повторяются уродливые, отвратительные явления, такие как, самый яркий пример – это Великая депрессия 20-30-х годов 20-го века, и, так сказать, напоминающие ее отдаленно различные кризисы. И в социологии мы сталкиваемся с невозможностью из десятилетия в десятилетие решить и наладить определенные проблемы. И, собственно, да. Но это не уничтожает довода, что все-таки если есть возможность базироваться на чем-то объективном, на научном методе, на анализе, то лучше делать это, чем делать теологические выводы или метафизические выводы, которые еще менее надежны. Но у нас очень серьезный перекос. То есть, если мы наблюдаем удивительный прогресс микроэлектроники, скажем, и благодаря этому прогрессу мы можем общаться на расстоянии, великолепные у нас есть возможности новые, то как раз в социальных науках мы все время наталкиваемся на одни и те же старые грабли, где какие бы мы ни делали усилия, они нивелируются глупостью человеческой, жадностью, пофигизмом, а после нас хоть потоп, страхами, показухой и прочими вещами, которые очень трудно учитывать. И даже если их учитывать, то в конечном итоге конечный результат очень редко бывает тот, которого мы бы хотели достигнуть. Особенно при объективном рассмотрении. Конечным результатом всех этих наук является достойное и счастливое существование индивиду, отдельно взятым. Согласны ли вы с этим? Да, конечно. И с самого начала вот это мировоззрение, представителем которого был Кон, было обращено на то, чтобы максимально приблизить именно такое устройство общества. То есть XIX век, это если то, что было до XIX века, было связано с утопиями, то есть то, что Кон называет метафизическими попытками выстроить идеальное общество, идеальное государство, идеальные отношения, то в XIX веке вот с такой вот физической, научной точкой зрения выступили новые философы, новое поколение мыслителей, и они сказали, давайте-ка изучим, как мы можем этого добиться. Мы не можем наверняка сказать, что мы хотим построить, потому что мы знаем очень мало, но мы знаем, мы должны осуществить знания, как мы должны этого добиться. И с этого момента современности развиваются. Это очень-очень короткий период истории. То есть мы не можем требовать от этих областей познания абсолютности. Конечно, то, что вы сказали о негативных сторонах человеческой природы, о которых мы все знаем и которые мы все несем в себе, это абсолютная правда. И XX век это показал весьма убедительно, к сожалению. Но смотрите, дело все в том, что над человеком давлеет комплекс представлений из прошлого. И этот комплекс представлений насчитывает столетия, тысячелетия. От этой инерции людям очень трудно избавиться. Вот посмотрите, даже мы можем это в себе увидеть. Все люди считают, что они могут безапелляционно судить о социальных или политических процессах. Вот все, например, когда спорят о политике, все считают, что они уж точно знают, как надо, что надо. И убедить людей в чем-то обратном очень сложно, потому что у них на самом деле нет никаких базовых представлений о том, как функционируют политические процессы. Но это не самое главное, потому что люди в основной своей массе, они не могут себе представить, как функционируют физические процессы, химические, экономические. Но что касается социальных и политических процессов, удельный вес безапелляционных суждений по отношению к ним всегда весьма велик. До сих пор люди считают ненужным заниматься своим политическим образованием, настолько они самоуверены по отношению к своим знаниям и своей квалификации в этой области. Это все наследие из прошлого. Вы понимаете, когда люди, например, которые отвергают демократию, при этом жестикулируя с пеной у рта, пытаются всем доказать, что они участвуют в политике, или говорят, мы не участвуем в политике, но стоит их спросить, а что вы думаете по поводу политики, и тут они разражаются филиппиками в адрес тех или иных политиков. Понимаете, это то самое дискрепансе, если угодно, которое пронизывает современное общество. Мы на самом деле очень дремучи и дики в политическом отношении, в большой своей массе. А если мы возьмем руководителей, ведь смотрите, если вы говорите, что применение социологических методов или политологических, так сказать, подходов и методик не работает, посмотрите, а каков удельный вес политиков, реальных политиков, которые действительно слушают рекомендации ученых, ведь он очень невелик. Самая наглядная современная область, где мы можем это увидеть, это то, что связано с изменением климата и тем, как политики реагируют на все это. Вы понимаете? Вот посмотрите, например, последний саммит, который был в Дубае по поводу климата. А это уже 26-й, 28-й саммит, я не помню, какой он по счету. Но дело в том, что даже тот факт, что он производится в нефтяной столице, и лидеры говорят о том, что мы будем увеличивать количество, так сказать, добычи углеводородов, это на фоне того, как советуют специалисты, они советуют совершенно другое. Вот вам пример. И так далее, и так далее. Ученых не слушают. Ученые это очень маленькая, тонкая прослойка общества. И если речь идет об ученых физиках, что их не слушают, то что говорит о гуманитарных ученых? Это трагедия человечества, если хотите. Да, но ученые тоже идиоты. С одной стороны. Среди ученых есть идиоты, я согласен. Хотя я не могу сказать. Они подкупные твари тоже во многом. Среди них есть такие. И сочетание подкупных тварей и идиотов позволяет манипулировать ученым сообществом очень эффективно. Неподкупные идиоты просто выбираешь тех, у кого идиотизм свернут в нужную тебе сторону. А подкупных ты просто покупаешь. Но все-таки есть ученые, которые неподкупные и не идиоты, согласитесь. Не все ученые такие. Их изгоняют из научной среды. Не обязательно. Тем, кто идиоты и тем, кто подкупные, им неудобно, чтобы были неподкупные и не идиоты. Поэтому такие игнорируются, выбрасываются, не берутся на работу, им не даются гранты, они дискредитируются, их не цитируют, их не публикуют. И собственно, пожалуйста. Но это опять же значит они есть, просто они в такой ситуации. С этим я соглашусь. На сегодняшний момент, если кто-то есть и никак себя не проявляет, это равно тому, что его нет. Вот. Это то, что касается научной среды. Люди обсуждают политику по двум причинам. Первая, потому что они имеют на это право. Политика касается всех и каждого, является делом каждого, если мы говорим о демократических идеях. Вторая причина, что когда людям плохо, то они ищут объяснения в политике и соответственно начинают ей более интересоваться. В нормальном обществе, где всем все хорошо, политикой занимаются очень мало. А вот в обществах, где очень все плохо, там как раз начинают заниматься и очень активно. И как совершенно правильно отметили, люди в большинстве своем не понимают ни о чем они говорят, ни к чему приведет, что они говорят и так далее. Третья вещь это ваше утверждение, что якобы человек от Сахи менее мудр в своих рассуждениях, чем какой-нибудь ученый. Я этого не утверждал. Нередко мы сталкивались, что обычная человеческая мудрость, она может оказываться более правильной, чем многомудрые всякие вещи. Ну и наконец наши политики, где действует закон дерьмо не тони. То есть кто появляется у нас наверху, кто наибольшее дерьмо, оно и всплывает. И у нас вся политическая система где угодно построена именно на этом принципе. что чем человек беспринципнее, подлее, тем он легче всплывает наверх. А те, у кого есть хоть какие-то сомнения или какие-то слабины, те застревают. Поэтому мы получаем рафинированное дерьмо на самом верху практически в любом обществе. И третья проблема это легкость и возможность манипуляции всеми тремя группами людей, так, обществом, политиками и учеными. Ими может манипулировать любой, имеющий такое желание и возможность. Я не соглашусь с этим. И тут вы скажете, что это теория заговора, но поверьте мне, все зависит от мотивации того, кто хочет манипулировать, его макьевельянской беспринципности и финансовых возможностей, а также возможностей, так сказать, оказывать давление в том или ином направлении. Вот. Из этого мы получаем стаю диких существ, которые при желании на поверку могут изображать из себя что-то цивилизованное. И чаще всего это цивилизованное изображают те, кто на сегодняшний момент является победителями. Не случайно вы перечислили в успешных моделях, которые, как вы считаете, преуспели в 20 веке, именно победители. Победители во Второй мировой войне, в холодной войне. Если бы победители были другими, то пришлось бы признать, что у них было успешно. А если бы мы разобрали, что творили эти успешные товарищи, вот, то мы бы нашли бы очень много неуспешных вещей. Как только вы говорите, если я согласен со всем. Справиться с человеческим сообществом очень тяжело. гораздо тяжелее, чем сделать отдельного индивида более или менее довольным своей жизнью. Поэтому я всегда призывал к тому, что не нужно общих теорий, как сделать людей счастливыми. Не нужно общих подходов и единообразного устройства общества. Должен быть основной как бы эргрегор это счастье отдельного человека. И стремиться к этому нужно в индивидуальном порядке. Используя ресурсы общества на достижение счастья отдельных людей. Одному нравится так, другому нравится чуть-чуть иначе, третьему нравится еще как-нибудь. Вот. И все эти вещи не сводить к человеку непосредственно необходимо. а не пытаться всех под одну гребенку подвести под какие-то глобальные переустройства мира на каких-то вещах. Потому что в результате мы получаем огромное число несчастных людей, страдающих людей и даже гибнущих людей. А сейчас я, несмотря на то, что мы не хотели бы касаться сегодняшней политики, все-таки я ее коснусь. Я написал книгу «Оставьте историю историков», где подчеркиваю, что исторический аргумент является таким же опасным, как российский аргумент. То, что есть различия между расами, это возможно факт, это очевидный факт. Но приводить этот аргумент для каких-то социально-политических доводов стало совершенно недопустимым после расцвета расизма, нацизма, фашизма и прочего. Исторический аргумент, на его основе делаются не менее опасные выводы, которые приводят к войнам, уничтожению множества людей, захватническим каким-то политикам. И вот вчера, когда я ознакомился с интервью Путина Карлсону, которая длилась два часа, и около часа из этого интервью Путин делал экскурс в псевдоисторию, да, истории не может быть не псевдо, это всего лишь наше представление о том, почему мы сейчас здесь и кто мы такие. Вот, только показал, насколько я прав, утверждая, что история должна быть исключена из политического дискурса. То есть совершенно не важно, что происходило тысячу лет назад, двести лет назад, сто лет назад, десять лет назад. Если в результате этого делаются выводы, что сотни тысяч людей должны гибнуть, миллионы людей должны потерять нормальную мирную жизнь и метаться по всему миру, а другие продолжают сидеть, как загнанные кролики в своих квартирах и ждут, когда на них упадет бомба, то это совершенно очевидно, что такой инструмент нужно убрать из арсенала дискуссий, связанных с политикой и принятием каких-либо решения, а как раз взять основополагающую идею, как человек живет, неважно под чьей властью, под чьим флагом, с каким языком, в какой стране, берешь отдельно взятого человека и смотришь, как он живет. Поскольку я помогаю отдельно взятым людям, кто-то прочел мою книгу, мне написал, я стал помогать человеку, кто-то еще как-то со мной связан, я имею виду людей в Украине. Я наблюдаю, какая ужасная жизнь у этих людей, то, что они трясутся ночами, что их убьют, им нечего есть, у них нет денег, парней пытаются все схватить и утащить на бессмысленное заклание на этой войне. Вот, и у меня нет слов утешения, у меня нету объяснения, почему это должно происходить. И тем более звучит лицемерным любые общечеловеческие рассуждения на этом фоне. Понимаете? Вот, собственно, что я хотел сказать. Вы только сильно не перегревайтесь, я знаю, вас всегда эта очень тема возбуждает. Какая именно? Ну, тема состояния политики в России. Да. Ну, вот, именно этого Конт и хотел избежать, формируя свой позитивизм. А то, что вы сейчас изложили, это и есть позитивное отношение к политике. То есть, это и есть научное отношение. Вы отметаете теологические и метафизические аргументы. Понимаете? То есть, вы мыслите по-контовски, а это метафизический аргумент, и теологический аргумент. Понимаете? Когда речь идет о православии, о самодержавии, о народности и так далее, вот, пожалуйста, метафизику вы отмели, и у вас осталась реальность. А с реальностью вы должны обращаться так, чтобы ваши рассуждения и действия максимально соответствовали объективным вещам и процессам, а не субъективным предпочтениям. Вот именно к этому применению научного метода к социальным и политическим процессам и призывает Конд. Так я не против. Единственное, что и он пытался, он писал письма Николаю Первому, он писал письма этому Шаху, как его звали, Османской империи, Султану. Султану. Да, вот. Я как бы не против. Он тоже пытался. Он пытался быть новым Вольтером, вот, с одной стороны, а с другой стороны, он нарушал собственные принципы, потому что и Николай Первый, и Султан были представителями того самого мира, ненаучных представлений политики, которые он хотел элиминировать. Смотрите, вспомним Кампанелло, Томазо Кампанелло с его городом Солнце, где всем правит наука, где вместо цитат из псалмов геометрические формулы в храме науки. Вы помните, какая страшная антиутопия вырисовывается на этом фоне? Мы обсуждали, я не помню, вы уже участвовали тогда. Это одна традиция, только традиция превратилась в традицию как. И в 19 веке, в эпоху Конта, когда социальные идеи только начались, еще никто не знал, что на самом деле из них получится. Ведь если вы возьмете, например, конец 19 века, та же Франция, и Гюстав Ливон пишет ряд своих прекрасных работ, на мой взгляд, одна из которых называется «Психология социализма». Это тот, который «Психология толпы»? Хуже. То есть он в конце этой работы у него есть глава, называется «На конец социализма», где он показывает, что будет с обществом, если последовательно в нем реализовать вот эти социологические критерии. можете ознакомиться, если вы еще не знакомы. Я бы всем порекомендовал почитать Гюстава Ливона, раз уж мы говорим о социализме, потому что Конт это социалистический мышлитель, будем говорить так. Вот, и в эпоху Конта, в эпоху Сен-Симона, Фурье, Оуэна, вот, Конт это уже вторая стадия, как бы все это виделось не просто утопией или антиутопией, а проектом, как подойти к реализации идеи о том, чтобы сделать отношения людей научными, а не ненаучными, как до этого, позитивными, а не негативными и так далее, основанными на законах природы, а не на каких-то субъективных предпочтениях. или культурных предрасположенностях, если угодно. Вот. И в этом смысле у нас накоплен гораздо больший опыт, но еще раз подчеркну, наш опыт тоже весьма ограничен, потому что он ограничивается вот этими самыми, как вы правильно сказали, успешными обществами. Хотя тут все не совсем однозначно, но это другой разговор, как скажем, это долгий разговор. Мне кажется, что главной ложью является это якобы существующая необходимость единообразия. Ну, смотрите, мы не можем от этого абстрагироваться. Понимаете, вот вы говорите, что, допустим, политика в тех или иных странах должна подходить к отдельно взятому человеку. но дело в том, что трагедия в том, что эти страны формируют свои правительства исходя из среднеарифметической настроений, предпочтений, экономического, социального веса, религиозных убеждений и так далее. И в итоге все равно будет формироваться какой-то усредненный обобщенный подход. А если вы будете подходить каждому конкретному человеку с точки зрения усредненного обобщенного подхода, вы получите ту самую правительственную политику, которая формулируется, исходя из этих критериев наверху, и, к сожалению, это замкнутый круг. Пока что из этого нет выхода. Может быть, современные технологии помогут нам приблизиться к тому высокому уровню, который вы задаете. Я надеюсь, что это будет так. Но пока что с теми условиями, которые сейчас мы не можем этого себе позволить. Вот смотрите, если мы говорим о эволюции человеческих возможностей в этом отношении, смотрите, для того, чтобы сформулировалась античная эпоха, когда демократия только возникла, когда возникло представление об участии всех полноправных граждан, и о том, что государство должно служить их интересам. тогда был достигнут предел возможности этой системы. Каким образом? Дело в том, что в античную эпоху демократия могла существовать только в рамках очень узких, очень небольших групп людей, то есть полисов, вот этих городских общин. Там было иногда несколько тысяч жителей, то есть они знали друг друга, они выбирали должностных лиц, они общались друг с другом. Это было, так сказать, не просто общественное, но персональное дело. Но когда это все разрослось в Римскую империю, например, представьте себе, как сохранить этот уровень, он не мог быть сохранен, тогда не было представлений вот этих технологий о национальной политике, тогда этого не было. Потребовалось тысячи лет, когда люди были опять отброшены назад в эпоху Средневековья, потом Новое Время, все эти революции. И вот в некоторых обществах на территории земного шара наконец-таки каким-то образом эти принципы на национальном, демократическом, политическом уровне начали работать. То есть то, что мы сейчас имеем, это очень-очень узкий, небольшой такой вот верифицируемый набор информации, что ли, опыта и так далее. И технологии, их рост опережает развитие тех институтов и процессов в политике, которые мы имеем с этой небольшой эпохи. То есть здесь налицо большое расхождение между потенциалом, который нам сейчас, скорее всего, будет предложен искусственным интеллектом и электроникой и теми институтами и процессами, которые мы успели изучить вот в эту небольшую эпоху, вот в этих ограниченных обществах. Понимаете? Вот в чем трагедия. Вот скажите, вы были участником моего большого эксперимента нашего дома. Да. Я пытался каждому из жителей обеспечить то, чего этот человек хотел. Мне это удавалось? Я могу сказать только о себе. Вам удалось. В моем случае вам все удалось. С другими людьми это другой вопрос. Вы не можете сказать за других, но за себя вы можете сказать? Конечно, за себя я говорю. Да. И я считаю, что то, что вы делали, было уникальным. А давайте спросим, разве это было трудным? На этот вопрос можете ответить только вы. В вашем отдельном случае это было трудно? Нет. два яичка, лишняя комната из 13 комнат, из 14, лишняя там это самое нет. Нет. Вы получили практически тот идеальный образ жизни, который бы хотели вести. Правильно? В целом, да. И я за это очень признателен вам. Всегда буду признателен. Даже на уровне одного несчастного человека можно организовать небольшую общину людей, где было бы такое стремление и даже возможность построить жизнь таким образом, как это хочется людям. Демократия не имеет смысла, если мы берем, скажем, группу друзей, они приходят в ресторан и предлагают заказать всем одинаковые блюда в зависимости от результатов голосования. Все заказывают пастейку, но один из них вегетарианец, а у другого я не знаю, еще что-нибудь, аллергия на что-нибудь и так далее. То есть мы же не пытаемся таким образом в ресторане заказывать. Правда? Ну, вы берете эгалитарную демократию, а есть разные подходы к демократии и современная демократия как раз нацелена на учет максимального количества вариаций, на учет меньшинств. Вот это вот отношение к меньшинствам, это отношение, которое выросло после Второй мировой войны и холодной войны. и это нельзя сбрасывать со счетов. Эгалитарное отношение к демократии это значит подавление большинства меньшинством и этого необходимо избегать. Очень часто есть эффект парадокс Абелин, когда каждый из голосующих отдельно против, но голосует так потому, что думает, что так хотят другие. И получается принимается решение, которое не нравится ни одному из голосующих. Да, но это вопрос уже к изучению электоральных процессов. Это опять же очень важный и неоднозначный вопрос. Это даже не в демократии, это вот семья из четырех человек, каждый из них не хочет никуда сегодня идти вечером, но думает, что трое других хочет. И ради них говорит, давайте пойдем. И все четверо куда-то идут, хотя все четверо не хотели никуда идти. демократия выросла из родового строя, а родовой строй вышел из семейных отношений, племенных отношений. Так что вот что такое демократия. Это если хотите в идеале это семейные родовые отношения раскинутые на максимальное количество участвующих. Но это всегда участие, вы не можете подавить фактор участия и сказать, что это демократия. Это будет уже симуляция, как вы правильно выразились. Да. Мне кажется, что единственная лакмусовая бумажка, индикатор успеха той или иной деятельности это свидетельство отдельно взятого человека. Вот если человеку хорошо, то ему хорошо. А если он говорит, что ему плохо, то ему плохо. И нужно делать так, чтобы ему было хорошо. не обращая внимания на то, как это называется или как это получается. Вот я постоянно пытаюсь помогать людям в системах, где как бы эти системы должны им помогать. Но по-настоящему системы устроены так, что нужно огромное усилие, на которое люди, которые нуждаются в этой помощи, не способны. Им нужна помощь человека, который постоянно пытается решать философские вопросы, бизнес-вопросы, для того, чтобы достигнуть очень простых целей, получить помощь от тех систем, которые призваны этим людям помогать. И основными вещами возникают элементарные какие-то несостыковки, когда нарушаются коммуникации или слишком много шагов или избыточное привлечение человека в процесс получения той или иной помощи. Это когда тебе дают бумажку, чтобы ты с ней сходил в третье место, где тебе дадут третью бумажку, из бумажки тебе дадут еще что-то, и ты вернешься, и так да. То есть любое добавление звеней в цепи достижения какого-то результата всегда увеличивает процент неудачи. Ну, мы все знаем простой принцип рекламы, что если ты дашь одну ссылку, ее посетит определенный процент, а если в этой ссылке надо кликнуть еще на одну ссылку, то только ничтожный процент из тех, кто кликнул на основную ссылку, кликнет на вторую. Вот эти нерациональные цепи. То есть существуют целые институты, которые призваны существовать только для того, чтобы помочь человеку сделать то или другое. Но в конечном итоге они либо неэффективны, либо создают еще больше проблем, чем должны были бы решить. И по сути дела, то, что мы имеем, мы имеем население, находящееся в заложниках, непонятно у кого, в заложниках системы, неэффективных систем, неэффективные системы здравоохранения, системы правосудия, системы образования, мы мы все являемся заложниками. Причем заложниками на уровне самых базисных потребностей. Не остаться голодными, не остаться бездомными, не подвергнуться насилию. То есть это не просто отвлеченные понятия заложников, а самые настоящие заложники такие же, как те, которые оказываются в руках террористов. И вот наше население в своем подавляющем большинстве находится в состоянии заложников. Понимаете? И это ужас. А наша страна, в которой мы живем, Канада, считается одной из самых благополучных стран. А что же творится в других странах? Вот. И у нас ресурсов настолько много решить эти проблемы, что нет никакого сомнения, но эти ресурсы распространяются совершенно глупым образом. И потому что нету практически вот этой вот лакмусовой бумажки проверки, а в конечном итоге толк есть от того, что делается правительством, государством или нет. Все это вслепую, все это выплескивается куда-то и растаскивается самыми различными мошенниками, кем угодно, все эти ресурсы растаскиваются, за границу уходят, на какие-то бессмысленные богатства уходят, разворовываются, вдалбливаются в бессмысленные проекты, в какие-то здания, которые никому не нужны, в какие-то дороги, которые никуда не ведут, и прочие-прочие вещи. И мы это наблюдаем кругом, вокруг. При том, что отдельно взятые люди находятся на грани самоубийства, находясь в унизительном состоянии заложников от всех возможных систем. Понимаете? И в этом заключается правда, которая становится очевидной, если вы поднимите свои жопы из кабинетов и пойдете к людям и спросите каждых отдельных матерей, каждых отдельных отцов, о чем они не спят по ночам? О том, что им нечем накормить детей, нечем заплатить за жилье, нечем полечить необходимые болезни, выкрутиться из каких-то правовых совершенно идиотских ситуаций. И это все основная масса населения, которые этим страдают. Вот. И скажите, что я популист. Вы не популист уже потому, что вы не политик. Я не политик. Ну да, я соглашусь с вами. Однако замечу, что характер государства все-таки играет очень большую роль. Потому что если государство тираническое, а не демократическое, то возможности для тех самых бюрократов, которые, как вы выразились, не могут подняться со стула и пойти к народу гораздо больше. И заложники становятся не просто заложники каких-то элементов системы или отношений внутри сегментов системы или каких-то правовых норм или каких-то личностей. Они становятся заложниками государства-террориста, чьи представления о себе и мире основаны не на научных представлениях, а на теологических и метафизических заблуждениях. Именно это поддерживает... Любое современное государство по факту является государством террористов. Я с этим не соглашусь. Хорошо. Ну, так выпьем уже за Агюста Конта. Да, Конт как раз говорил, помимо всех. Кидался ножами в собственную жену. Взял себе в жены проститутку, потом ее страшно ревновал и прочее, прочее, прочее. что есть человеческая жизнь как неревность проститутки. Исходя из сказанного. И тем не менее она многообразнее, чем это. Аминь. 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 Аминь.